Ребята, всем доброго дня! Доброго солнечного весеннего дня! Соскучились? Пишите в комментариях, соскучились или не соскучились. Как вы думаете, куда я иду с газовым баллоном? Ну, по заставке, в принципе, сейчас поймете. Хочу пожрать! Да, ребята, иду я к Вадюшке. Будем с ним готовить. А что будем готовить? Ну, в принципе, вы уже видели в названии. Ну, ничего страшного, сейчас с Вадюшкой вам все расскажем и покажем. Вот мы вновь с Вадюшей вместе. На кухне у Вадюши. И мы начинаем новый цикл программ. Хочу пожрать. Так что приглашаем всех желающих засветиться в нашей программе. Ну, то есть спонсоры, партнеры, всякие там рестораны, кухни. Можем приготовить, в принципе, и у вас. Да, Вадюша? Да, конечно. Здравствуйте! На самом деле, что мы сегодня собрались? У нас Митюша исчерпал свой лимит, блядь, всех передач. Я решил маленько разбавить всю его, блядь, пиздотню, которую он снимает в подвалах, там всякие облитые рожи. Люди пишут, что идет сплошнейший негатив. И мы решили снять позитивный репортаж, который, я думаю, понравится всем. Без мата, ребята. Да, ну, то есть как получится в процессе, потому что смотрят дети, и хотелось бы, чтобы они с этого подчеркнули только позитивные эмоции. Сегодня мы будем готовить лагман. На самом деле, лагманов бывает очень большое разнообразие. Сегодня мы будем готовить узбекский лагман. Нам для этого понадобятся помидоры, красный перец сладкий, морковка, лук, редька. Конечно же, лапша. Мы не стали изъебываться и делать лапшу сами. Просто сейчас в наших супермаркетах продается уже готовая лапша, которую готовят профессионалы. То есть нет смысла, ну, то есть там катать, что-то еще делать. Соответственно, мясо, картошка, зелень, чеснок и томатная паста. Вадюш, а ты расскажи, мы же недавно готовили лагманов на хоккей-то варенках. Дима делал, Петров. Как ты вот к этому рецептуре как ты готовишься? Ну, есть такая пословица, каждый дрочит так, как хочет. Пускай Дима Петров делает по-своему. Я же еще раз повторяю, что лагманов самое большое разнообразие. Но я буду делать лагман, ну, как мама научила. Да нет, узбекский, узбекский лагман. Ну, или просто от Вадюши, то есть как вам понравится. Самое же главное, что мы будем готовить-то не на плите, не на вот этой застрадой. Эти нас и домашние условия, но мы все-таки все равно предпочтем, да ты Дима, ты снимаешь холодильник, ебаный. Предпочтем все-таки газовую плиту, он как бы более, на ней лучше получается. Карзан. Наливаем немножко масла. Включаем плиту. И начнем с мяса. Все на лагман режется кубиками. Поэтому мы начинаем с нашего мяса. Мы взяли шею говядины, как бы, ну, не пожопили, самую дорогую, мягкую, без сала. Слушай, ребята, я не могу так снимать, мне надо выпить. Я с пивком пришел уже. А еще у Вадика есть медицинский спирт. Все, нарезаем мясо. И все это закладываем в наш казан для дальнейшей обжарки. Ой, это газ похоже, как это, передача по НТВ, казан-баран. Вот казан, а вот баранды. О, он сразу же не теплеет, да? Дай-ка я один, один у кого, ребята, все-таки чехольчик, который, блядь, маслом дорогущую-то камеру зальет, блядь. Вот, ребята, теперь камера в чехле, и не страшно, можно прямо вот сюда вот. Классные съемки, да? А говорят, GoPro для спорта, где-то надо для еды. Что, мясо обжаривается, а мы будем резать помидоры. Самое главное на кухне иметь это острые ножи. Я спросил у Вадюши, что вот это такое? Говорю, для кошачьего туалета Вадюша говорит, нет, я такой хлеб. Я пьем, это какие-то хлебцы, оказывается, Вадюши. Второе, то есть, что закладывается, это лук. Лук режется полукольцами. На самом деле, Вадюша может открывать свой ресторан. Ну, не ресторан, в принципе, но кухню может, знаете, готовить всякие там, холодец, в этих, в конфиннирах пластмассовых, и продавать все это на рынке. Так что, Вадюша, если даже завода уволится, то не пропадет. Смотрите, словно у него посуды. Всякое разное. И вот, как у Урган-то, столько же будет передачи смак. А вот профессиональная нарезка. Все, заправляем лук. Куда? В штаны ты его заправляешь? Или это ваше поварское выражение? Так, ну что, буду врезать морковочку, пока нам, чтобы нам не тратить время зря. Тоже кубиками? Ну, мы нарежем. Как получится. Да, нарежем, как получится. Как-то вот так. Все, вот лук доводится до такой, как подзолоченного цвета. Добавляем морковочку. Это редька. Сладкая, салатная редька. Шигельме. Самое главное, когда готовите блюдо какой-то кухни, нужно говорить на этом языке хотя бы чуть-чуть. Да, увижу? Да. Редьку туда же закидываем. Все тщательно перемешиваем. Ну, можно пока порезать перчик. Наверное, ребята, для того, чтобы было больше просмотров, видео назову я, как Вадюша резал свои помидоры и перчик. Называй, как хочешь. Главное, чтобы было вкусно, полезно и питательно. Да, рекомендую попробовать всем, потому что, на самом деле, восточная кухня одна из лучших кухон в мире. Ты когда-то ремонт будешь на кухне делать в восточном стиле? Нет. В робко-барокко? В силиканке. Это лагман или это просто яичная лапша? Нет, это специальная для лагмана лапша. Ну, что она делается? Она делается вода, яйцо, соль. Все. Нажми яичную. Вот упаковку покажем, да? Вот это вот Кэмми? Да. Может увидеть, чем Вадюша питается. Вот лапша, вот называется Кэмми. Италия. Итальянская, альбекская лапша будет. Она же лагман. Как говорится, старость не в радость. Вот и Вадюша у нас присел. Устал он стоит. Картошечку также будем нарезать кубиками. Все, пришло время заправлять помидорки. Это из этой же песни заправлены планшеты, косметические карты. Да. У нас заправлено мясо, заправлено лучок, заправлена морковка, заправлена редька и заправлены помидорки, да? Да. Видите, как я все запомнил. Добавляем перец болгарский. Также все поперемешиваем. Добавим пару ложек томатной пасты. Ребята, кстати, ложку видели? Западной Украины, блядь. Фашистская. Сейчас добавляем картошку. Но картошка же не может готовиться просто так, да? Конечно. В овощах с мясом. Да. Добавляем туда воды. Кипяченая вода. Даже не кипяченая, а горячая, вам сказать. Вадюша, чтобы не дать электричество, просто горячее из-под крана налил, да и все. Примерно минут 20-30 пускай это все тушится. Мы сейчас добавим еще чесночка. Чесночок мелко рубится. Зачем его так давят, всегда мне интересовало. Так ножом. Ну, так вот его, как он шатается, катается. А так вот придавил он, лежит на месте, никуда уже не. Ребята, ну а вы можете, в принципе, писать, да, нам пока в комментариях, пока мы готовим. Что нам в следующий раз приготовить, да, Вадюша? Конечно. В мере возможности мы всегда уделим его внимание. Иначе чувствуем, что такую хуйню будет здесь, если снимать, что его смотреть будет неинтересно. А так мы хоть чуть-чуть разбавим это все. Хуйню от водюшки. Все, добавили чесночок, все это перемешиваем. Видите, такой получился, как густой суп. На самом деле он такой и есть. На самом деле, ребята, пожелать, и вы можете взять этот мулинекс, как он миксер или как называется, шейкер, блендер, да. Хуйню это все, и получится суп-пюре. Великолепнейший. Называется плита под шубой, ребята. Ее нужно включать за час до готовки, потому что пока эта вся шуба прогреется, потом у нас еще сгорится какая-то кастрюля. Вот мы ставим воду на лапшу. Дима, тебе привет. Решил попробовать тоже приготовить лагманку, что смотрел на твой. Очень вкусно, жалко не успел попробовать. Жалко работал. Да. Дима, Вадик, ты на кальциево похож. Дима, ты знаешь, без меня. Поперчили, посолили. От Вадик, нужно скопить, клитерно держаться подальше. Она начинает, как евромайдановцы, немножко подстреливать, блядь. Смотрите, как красота. Томатный суп, блядь. Следующая передача, может попробуем выехать на природу. Ну а что, с такой погодой-то? Снег уже приобретает характерный серый вид. Соответственно, солнце уже его растапливает сильнее, так как он темный. И скоро здесь уже зацветет травка. Вот эти деревья. Пока у нас все варится, пойдемте, покажу, какой у нас Вадюша. Рукодельный. Смотрите, как он ремонт за Папа. В этой комнате мы были. Смотрите, как круто. Может еще передачу школы ремонта нам сделать. Но вот здесь у него еще руки не дошли. Поэтому он плиту пока новую не покупает, да, Вадюша? И кухонный... А кухонный, кстати, ребята, кому нужен югославский кухонный гарнитур? Новогодний. Новогодний, новогодний югославский кухонный гарнитур. Все, мы закладываем лапшичку. А, так гнездышками останется? Нет, мы размешаем. Ну мы все не будем закладывать, нам просто с Митюшей подхарчеваться. А, то есть она, это, лапшичка. То есть эта хуйня стоит, да, в этом, в казане? А лапшичку ты подвариваешь, да, постоянно? Ну, лапша не вся гурьбой варится, как говорит Митя. Мы сваримся на две порции, чтобы она не слипалась, а не засыхала. И, ну, когда еще буду кушать, сварил быстренько, положил. Ну, я бы добавил маленько соли, но, как говорится, на вкус и цвет приятели нет. Лучше не засолить, чем пересолить, испортить. Поэтому каждый по своему вкусу подсаливает. Мы делаем порцион. То есть захотел покушать, тоже на порцию себе порезал, да? Так же, как лапши наварил, на порцию порезал, а потом это все залил вот тут. Субстанцией. Теперь мы просим убрать детей от наших голубых экранов. Маленько хуй не займется. Что под этим подразумевается, я вам сейчас покажу. Мне страшно, ребята. Это не по сценарию. Скид будем пить? Да. Маленько. Я же говорил, блядь. Чистый, блядь. Чистый швепс. Чистый швепс медицинский. Ребята, ну, чуть-чуть. Самый малый. Вообще, я не пил давно. Йохо-хо. Пол бутылки спирта уже. А где ты взял водюшу в спирту медицинскую? Скажи, если я скажу, то человека уволят с завода. Ребята, вот один к одному. Мешать будешь? Конечно. Вот он. Это, у Вадюши, это шейкер. Чистейший листификат. Ребята, и только мы разбавили спирт, блядь. Смотрите, кто звонит, блядь. Он как, сука, как чувствует, блядь. Это, блядь, как можно назвать это? Каким чувством, блядь? Жопу, блядь. Это вот берем и не врем. Только разбавили спирт, позвонил Михалычу. И сейчас он едет сюда. Но, у Вадюши, новость. У нас лапша готова. Мы ее сейчас на дуршлачок откинем. Угу, готово. Хорошая. Наш флагман готов. И мы будем его кушать. Выключаем плиту. Вы уж нас извините, но мы будем при вас его кушать. Да. Как же без этого-то? По старой традиции. Нет, даже по первому каналу, блядь, Макаревич пил со всеми гостями, блядь. И сейчас этот, блядь, 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 блядь. Блядь, 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 блядь. Так что, ладно. Это интернет. Кули вы хотели. Ой, так она, смотри, какой-то густенький, да? Ну, как-то вагман это есть густой суп. Переводится с судьбекского вагмана как густой суп. Вот, наверное, сервировали узбекский стол. Вагман кушает и вилка, чтобы была, и ложка. Поясню почему. На вилку лапшу наматывают, а на ложку жижку. Ребята, у нас получится какой-то свадебный стол, блядь. Я думаю, взрослая половина человечества нас поймет, что под такую еду выпить не греш. За вас, дорогие наши телезрители. Мы очень рады. Ждем ваших комментариев. За ваше здоровье. И ждем предложения от спонсоров, блядь. Заведите нас себе на кухне, будем готовить у вас. А что, ты дневничок есть у тебя? Теперь пробуем вагманчик. Чего дешев? Град ты? Доволен своей работой? Спасибо, ага. Крымский татарин, блядь. Ну, сейчас лапшичку отъеду, давайте. Ммм. Ммм. Вот почему лагманом называется не вот эта жижа, которую мы приготовили, или вот эта вермишель, а все в миксе. Микс вот этой лапши и вот этой жижи называется лагман. И именно вот в сочетании, когда все вместе ешь, это вкусно. Когда по раздельности не очень. Сейчас еще придет независимый эксперт, тоже попробую. Ребята, пришел еще один наш уважаемый человек, член жюри Михалыч. Я не просто пришел, оделся. Я не могу понять, он либо голову помыл, либо подстригся. Да. Подстригся, одел белую рубашку, брюки одел, самое главное. Борцайка ваша. Давай. Ой, слушай, как очень вкусно. В смысле? Очень вкусно? Ты еще не пробовал. Ты куда в конуру пошел? Ты с лапшичкой зачерпываешь. Размешай с лапшичкой. Где-где. Роман Горького считал, на дне, блядь. Ты проехал, блядь. Но, но. Это на уровне предоргазменного состояния. Ребята, ваше здоровье. Мы же не алкаши, алкаши-то пьют без закуски. А мы под какую закуску-то хорошую? Мы сначала сготовили. Сготовили. Это уже 5 млн. Михалыч, а какая самая крупная купюра с собой денежная? 100 рублей. Да не пизди, есть косарь? Нет, у меня жена на неделю на завтраке дала. На завтраке? На завтраке. Школьные, блядь. Да, я тебе сейчас. Короче, ребята, увидел на канале Наука вот такой опыт. Спирт, разбавленный. Ну, вы видели, да, до этого, как мы разбавляли? 50% спирта, 50% воды. Поливаем сюда. Вот и налил там полторелки и банашка, блядь. Потом допьем что-то. Ну, переса. Там, блядь, грязь в этих деньгах. Ты даже сажал не пьешь, что жена не разрешает. Я не буду пить. Ты что, 100 рублей проявлять будешь, что ли? Да. Закреплять? Проявлять? Открываем фотостудию. Напоминаю, здесь раствор 50% спирта, 50% воды. Смотрите, ребята, волшебство. Поджигаем. Обмакнули в спирте и поджигаем. И она осталась целая. Еблан, Митя, мавородная. Ты как раз висок, я тоже с ним обручался. Посмотрите, сколько со спирта грязи, блядь. О, вернее, с денег, с денег грязи. Смотрите, прямо грязь. Это правда, это вот с денег, чтобы грязь. Это деньги грязные. Вот, Михалыч, кристальная чистая сотка. Отмыли деньги. Вот как отмываются деньги, ребята. Ребята, ну и все, вот мы вышли от Вадюши и, в принципе, передача на этом подходит к концу. Очень, лагмантик, вкусный, Михалыч. Очень, занимательский. У меня даже на что-то глаза хребит, ноги отказывают. И на самом деле, что-то Михалыч спирта перепил. Ребята, самое главное, не путайте этиловый и метиловый спирт. А мы какой пили? Надо разобраться. Через полчаса разберемся. Вадюша, прощайся. До следующей встречи. Что мы будем? Где готовите? Ну, время покажет. Время, время расстраивайся. Дочки, нам... И... Все, пойдем мы на хоккей. Да, мы пошли на хоккей, а вы пока... А вам пока. Да, вам пока. А вам пока. У-ху!